привет друзья просто случайный зритель рекомендую всем слабонервным впечатлительным неадекватным лучше данный ролик не смотреть будем разговаривать на интересные темы но у многих они разрывают пуканы а вы знаете я всегда говорю то что думаю даже если это не в тренде даже если это не модно для меня главнее мои мысли мои чувства поэтому я всегда делюсь с вами ими и думаю что большинство из вас именно поэтому наверное меня и смотрят не так давно я выкладывал пост где была фотография спортивной девочки подкачанной такой не буду говорить перекачана или нет это субъективно но без каких-либо фильтров невооруженным глазом видно что девушка тренируется тратит определенные серьезные усилия на силовой тренинг и видно что она грамотно и правильно питается но естественно многие начали там мужик мужеподобно это не женственно и кто-то нашел рене не пойти в аккаунт одной из таких женщин которая написала фу не женственно и выложить фотографию этой женщины то есть совместно было фотка то есть спортивной девочки и вот этого чудовища почему чудовище друзья я никогда так не сказал если бы человек выглядящий как кусок говна та тетка комментаторша выглядела реально как кусок говна промолчала бы потому что она не имеет никакого морального права высказывать свое гнилое мне поводу человека который затрачивает усилия воли времени на то чтобы улучшать себя и то что это кому-то не нравится нужно держать при себе имеет право критиковать моральное только тот человек который тоже что-то делает а куски говна которые сидят сидя у телевизора лежа своей жопой которая не сможет просто поместиться даже на одном стуле свисает с обеих сторон табурета должны засунуть свой язык себе в задницу друзья никак по-другому потому что они повторяюсь ничего палец о палец не ударяют женственно не женственно общайся об этом в своем узком кругу таких же свиноматок как и ты мне пишут многие что вот егор если бы это была твоя мама или сестра как можно так говорить повторяюсь я бы никогда не говорил не позволил себе такого потому что человек просто сам нарвался на это сиди себе спокойно в своем кругу каждый человек я повторяю имеет право выглядеть как он хочет каждый человек хочешь быть спортивной стремись к этому не факт что ты будешь спортивной я никогда не назову парня дрыщом даже если он худой если он тренируется если он старается дрыщи моральные уроды жердяи это вот здесь в голове в сердце в душе у многих большинства и поверьте мне не рвет час пукан мне просто даже смешно мне смешно когда какое-то убожество позволяет себе критику в адрес человека который к чему-то стремится это говорит только об одном что это чмо которое пытается унизить другого человека и только за счет этого оно это чмо может как-то в своих опять-таки глазах и глазах таких же чморей как она приподняться но глазах адекватных людей этого не происходит кстати что я думаю по поводу бодибилдинга как спорта опять-таки не хочу никого обижать это мое личное мнение и хотя я скажу сразу я сам хочу быть таким же как эти монстры как кай грин как ронни коллиман как дориан ядс но если откровенно говорить бодибилдинг в таком виде в котором он сейчас существует это свинячий спорт но по-другому никак не скажешь потому что чтобы быть таким огромным если многие из вас думают что нужно принимать огромные дозы стероидов нет стероиды здесь ни при чем и поверьте мне многие профессионалы используют достаточно довольно таки относительно небольшие дозировки не такие как принято полагать я разговаривал у меня в друзьях очень много выступающих спортсменов и даже участников олимпии смысла врать им мне нет но каждый послушайте что говорит джей катлер когда закончил свою карьеру послушайте что сейчас говорит декстер джексон друзья просто необходимо жрать такое огромное количество еды впихивать себя такое огромное количество калорий что это становится очень и очень тяжело реально тяжело и катлер когда закончил сказал что он рад его не утомляли ни тренировки ни режим но жрать такой большой объем количества пищи это просто тяжело во всех смыслах слова это как бы обратная сторона балерин которые тренируются еще наверное тяжелее чем бодибилдеры но при этом вынуждены сидеть на жесткой диете а представьте когда бодибилдер еще в режиме жиросжигания я вам скажу так чтобы вы понимали что для абсолютного большинства людей то количество пищи которая бодибилдер принимает даже на жиросжигание я не говорю сушка потому что многие путают понятия похудения жиросжигания сушка кому интересно посмотрите у меня есть ролик об этом и видео о и статья вы поймете это три совершенно разные вещи так вот даже когда бодибилдер сидит на жиросжигающей диете если бы мы с вами ели такое огромное количество калорий нас бы разносило просто как свиней вот в чем трудность спорта и большие животы именно от этого обжирательства не от гормона роста кстати не от стероидов не от гормона роста никто еще не умер при нормальных при грамотном использовании останетесь здоровыми единственно этого не нужно делать подросткам юношам это нужно делать уже когда вы в зрелом возрасте когда уровень тестостерона ваш очень и очень низок здесь в америке каждому второму прописывают тестостерон потому что здесь понимают что тестостерон это мужское здоровье а уровень тестостерона я вам говорил уже не раз после второй мировой войны у мужчин на планете упал вдвое вообще у всех медики ничего не смогли с этим сделать им пришлось понизить нормы так вот сейчас высокая норма которая мужчин считается тестостероном раньше была низкой поэтому делайте выводы сами понятное дело что государству я не раз об этом уже говорил выгодно это все потому что выгодно чтобы мужчины были слабыми чтобы помирали не доживая до пенсии для государства это идеально бухайте поэтому алкоголь в свободном доступе тестостерон приравнен к наркотикам к сильно действующим веществам когда понимаешь немножечко разбираешься то любое любой закон любое действие государства закон становится очевиден для чего он принимается посмотрите сейчас тупость какая происходит конечно не это тоже приятно что молодой возраст увеличили там больше чем на 10 лет раньше было там до 30 до сейчас до 40 конечно приятно хотя мне уже 42 но для чего это делается это делается не для того чтобы порадовать нас с вами да хотя на психологическом уровне действительно это приятно не друзья это делается для того чтобы оправдать повышение пенсионного возраста просто сложите дважды два все же в мире очень и очень просто нет никаких сложностей что еще хочу сказать умирают в бодибилдинге от инсулина и от теоретиков от стероидов не умер ни один человек еще от инсулина умирают ясно почему потому что чтобы наедать такое огромное количество пищи именно чтобы она усвоилась чтобы она переварилась необходим инсулин инсулин реально помогает переваривать тонны еды но а диуретики естественно нужны перед соревнованием чтобы выгнать из-под кожи воду потому что из такого огромного туловища вода естественно не хочет уходить потому что вода необходима нашему организму вот эти две крайности как раз таки убивают. Инсулин убивает быстрее, чем диуретики, но диуретики, друзья, тоже убивают, вызывают судороги и очень серьезные последствия, которые чаще всего приводят к смерти. Вот почему меня пугает, когда мне пишут, вот вся вот эта чушь, бизнес, фитнес, индустрия, она же во все сует свой нос. Они знают, как использовать гормон роста, и типа, если ты используешь гормон роста, тебе необходим инсулин. И мне пишут молодые парни, там, по 18-20 лет, сколько инсулина мне нужно ставить, если я использую гормон роста. Спрашиваешь, сколько ты используешь гормон роста, там такие смешные дозы, что они практически не действуют. Друзья, чтобы действительно принимать инсулин вместе с гормоном роста, ну, как бы баланс, чтобы соблюдать, да, ведь для этого они делают, необходимо только если ты используешь огромные дозировки гормона роста. Огромные. Для сравнения я вам скажу, что топовые билдеры ставят 50-70 единиц. Многих, конечно, это может испугнуть, вообще не верить, но, действительно, дозировки гормона роста бывают очень великими, и только в таком сочетании это масса, которая является нашим организмом ненужной. Почему? Когда вы делаете кардионагрузки, организм в первую очередь избавляется от мышечной массы, а не от жировой. Все очень просто, потому что чрезмерная мышечная масса требует огромного количества затрат энергии. Организму это не нужно. К чему вообще весь этот ролик, друзья? К тому, что нужно быть немножечко адекватным. Хотите, если нужно быть немножечко толерантным к любым людям? Не нужно никого обсирать. Вот если человек жирный, друзья, извиняюсь, что-то прервался эфир, не знаю, где остановилась. К чему я это все сегодня поднял вообще эту тему? Нужно понимать, что не нужно никого осуждать. Каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. Хочешь быть спортивным? Пожалуйста. Хочешь быть накачанным? Пожалуйста. Хочешь быть куском говна? Пожалуйста. Не нужно друг друга обсуждать. Бодибилдинг, несмотря на то, что огромное количество людей тренируется сейчас, занимается. Это очень маленькое сообщество. Очень маленькое такое, даже слова не подберу. Все, кто, если хотите. Ведь во всем мире занимается бодибилдингом, если брать общее количество людей, меньше 7%. Это ни о чем, понимаете? И если бодибилдинг, если парни, девушки будут задирать носы, и ставить себя выше, смотреть на всех других свысока, это тоже неправильно, тоже некрасиво. Никогда не нужно никого осуждать. Выглядит так, как ты хочешь. Занимайся тем, чем ты хочешь. Но не лезь в жизнь другого человека, особенно если этот человек прилагает усилия для того, чтобы лучше себя чувствовать, лучше выглядеть, хорошо, грамотно питаться. Ведь нужно понимать, что почему бодибилдеры еще нет среди них так долгожителей. Да все просто, потому что любой долгожитель, это человек, который ограничивает себя в еде. Ну как в таком виде спорта, как бодибилдинг, можно ограничивать себя в еде? К сожалению, никак. Поэтому большинство людей, я уверен, особенно тех, кто смотрит мой канал, воспринимают бодибилдинг, культуризм, как физическую культуру. Именно способ лучше себя чувствовать, быть здоровее, хорошо выглядеть, если ты девушка, стать сильнее, если ты парень, эстетически выглядеть в обоих случаях. И нужно понимать, что нужно быть развитым, гармонично, не только иметь большие мышцы, нужно быть и культурным. Ведь культура, это не важно, где ты живешь. Культура, она везде одинаковая. Читаешь ли ты, развиваешься ли ты, какую музыку слушаешь, с какими людьми общаешься. Все это культура. Уклад бывает разным, но культура, она и в Африке культура. Поэтому, друзья, я вас тоже призываю, если вы хотите быть большими в плане того, что вам плевать, как вы выглядите, будьте, но не осуждайте тогда спортсменов. И уж тем более не говорите, женственно это или не женственно. Небольшим кускам говна об этом рассуждать и говорить. Ну и нам тоже, людям, занимающимся спортом, просто так не стоит кидать камни в людей, которые хотят выглядеть, как куски говна. Это их право. Хотят, пусть выглядят. Нам же лучше, друзья. Нам лучше. Чем больше вокруг будет такого убожества, тем лучше мы с вами будем смотреться. В том случае, конечно же, если будем сами вести себя адекватно. Все это очень и очень просто и очень и очень важно. А что вы, друзья, конкретно думаете обо всем об этом, о чем я вот сейчас сегодня с вами говорил? Мне это очень важно, интересно, согласны ли вы со мной? Или, может быть, у вас своя точка зрения на эту тему? Все очень интересно. В любом случае, спасибо, что смотрели. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Если понравилось, ставьте лайк, напишите, что понравилось, с чем согласны. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк. И, пожалуйста, напишите, что вам не понравилось. Я попытаюсь тоже стать лучше благодаря вашей критике. Всем пока!